Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Сегодняшний специальный выпуск о празднике, который состоялся в нашем городе в минувшие выходные дни. В день открытия курортного сезона наши съемочные группы побывали во многих уголках солнечной Анапы. И мы покажем вам все грани этого торжественного события. Утром 11 июня на Театральной площади самые маленькие отдыхающие снимали символическое кино. В массовке приняли участие около 2000 юных гостей города. Детский курортный сезон помогли открыть артисты шоу «Голос. Дети». По сигналу символической хлопушки площадь с разных сторон начала заполняться детьми. Только на это ушло несколько минут. Ведущие со сцены по случаю года в кино России предложили снять собственный символический фильм. В массовке около 2000 ребят. Как рассказал Константин Костин, который приехал отдыхать из Ставрополя, добиться эффекта удалось прежде всего из-за массовости. Движения были выбраны самые простые, чтобы каждый освоил их за пару репетиций. Нам сказали, что все будет очень просто. Если вы хотите участвовать, то скажите нам это. Мы согласились, конечно же, потому что мы любим помогать, мы любим выступать, мы любим показывать себя с лучшей стороны. И поэтому мы согласились и пришли сюда на репетиции. Детский курортный сезон помогали открыть участники шоу «Голос дети». Даниил Борисенко из Волгограда в Анапе впервые. Очень атмосферно. Здесь ребята очень добродушные. На море я был в нескольких городах, и все они мне очень понравились. Но этот город, он просто шикарный. Ежегодно на территории Анапы проходит около 50 детских фестивалей, как российских, так и международных. Глава города Сергей Сергеев на официальной церемонии открытия курортного сезона призвал не забывать о том, что Анапа прежде всего детская и семейная здравница. Детям должно быть уютно, комфортно и безопасно. Он заверил, что инфраструктура для детского отдыха будет сохранена в полном объеме. Многочисленным гостям Анапы предложили в буквальном смысле слова попробовать отдых на вкус. Помимо кубанских пирогов и кавказского шашлыка, была представлена авторская кулинария в исполнении молодых профессионалов, в том числе титулованных. Блюда на морскую тематику. Над их приготовлением около двух десятков учащихся Анапского колледжа сферы услуг трудились один рабочий день. Все съедобно, но зуб не имет, потому что до определенного момента это выставка авторской кухни. Обжаривается болгарский пирес, нарезанный квадратиками. Выкладывается все, подается соус белым соусом. Андрей приготовил блюдо, которое назвал мозаикой. На нем форма участника соревнований «Молодые профессионалы». В активе третье место чемпионата Южного федерального округа. Колледж дает нам базовые знания, которые мы можем применять уже в работе. «Морские скиллз» – это соревнование всероссийского масштаба, где молодые профессионалы покажут на все, что они способны. Мне это с детства нравится. И чуть-чуть я уже три года и буду продолжать учиться. Изысканным блюдом соответствующее гастрономическое сопровождение. Вадим Вердяев в прошлом архитектор, а ныне винодел. Пока наладил производство из покупного винограда, выращенного здесь же в Анапе. В следующем году наберет силы собственная лоза на одном гектаре. «Бывает такое, что в жизни раз и все ломаешь и делаешь все по-новому, начинаешь с нуля. Вот решил, потому что это мне поодушили. А, во-первых, это творчество. То есть это такое же творчество, как и архитектура. Виноград – это живой продукт, вино из него получается. Также благодаря тому, что я творю, и оно у меня каждый год разное. Каждый год имеет свое лицо». Как и многие энтузиасты, Вадим приглашает экскурсии. В городской администрации говорят, что сегодня агротуризм – один из приоритетов. Это важно для развития сельских территорий, создания рабочих мест. В этом сезоне гостей примет еще одна винодельня в Витязево, а также фермерское хозяйство в Гайкадзурском сельском округе. Возможность заполнить перерывы в пляжном отдыхе повышает привлекательность курорта в целом. Журналисты зарядились настроением, пообщавшись с гостями и главой курорта. Сергей Сергеев поделился мнением. Традиционная подготовка и сам праздник стали еще одним свидетельством. Анапчане подтвердили звание самых гостеприимных и радушных хозяев. Казалось, не меньше половины России как минимум в выходные решили провести в Анапе. Людей субботнее утро встретило столько, что впору было заволноваться, хватит ли на всех праздника. Глава курорта убедился лично – начало успешному сезону положено. Порядка 4 миллиардов вложено в санаторно-курортную отрасль собственниками наших предприятий, которые ждут гостей. И на сегодняшний день все здравницы заполнены практически на 100%. Большинство из них решают вопрос и многие уже решили работать по системе «Все включено». «Все включено» – отдых для взрослых. А для детей важно солнце, теплое море и ощущение праздника. Анапа, как никакой другой город, умеет его дарить. Больше 50 фестивалей за год. Впрочем, для руководителя территории есть один главный приоритет. Для меня, как для главы, главный критерий – это безопасность детского отдыха. Если мы его обеспечим безопасно, то остальное все сделают те, кто организовывает этот отдых. Мы, поверьте, очень много усилий для этого приклада. Сегодня все детские здравницы обеспечены как физической охраной, так и наружным видеонаблюдением. Ну и еще много специфичных моментов, которые сегодня позволяют мне делать вывод о том, что Анапа сегодня безопасна. В сквере Гудовича второй год подряд молодежка берет бразды правления в свои руки и создает особую атмосферу. Уходить отсюда не хочется. Глава останавливается буквально на каждой инсталляции. Увлеченные любимым делом люди могут и расположить к себе, и заинтересовать разговором. С парадайвером Никитой Иванковым Сергей Павлович обсуждает создание центра для занятий. Замглавы Людмила Мурашова предлагает один из вариантов. Мы предложили им, они рассматривают, какие сегодня будут готовы, будем рассматривать. Ну, как аренда или как социальное партнерство на базе здравницы. Вот Анапа сегодня санаторий уже готов, Кубанская Нива готова, чтобы там построить. Кому-то отдаем преференцию строительства, а они выделяют для них. Оценку и празднику, и в целом сезону, конечно, дадут наши гости. Но уже сегодня они не скупятся на эмоции. Сейчас вот так распогодилось, мы очень надеемся, что море будет очень теплое, что оно будет чистое, что пляж будет, как всегда, с песком, который просто обалденный. Радуемся очень, потому что очень действительно замечательно. Ну и вообще город очень чистый. Большое спасибо всем, потому что на самом деле очень красиво. И вечерние огни, и фонтаны, и цветы просто в основном, просто замечательные. Таких мы нигде не видели. Приятно, что и местные жители погружаются в атмосферу веселья и с удовольствием делят с любимым городом яркие моменты лета. Здоровья, долгих лет жизни. И приезжайте к нам постоянно. Наш город – популярное место для съемок кинематографистов. А как создается кино? С тонкостями съемочного процесса, азами актерского мастерства и жанрами киноискусства жители и гости курорта могли познакомиться при посещении площадки «Анапа Курортфильм». Свет Софитов – настоящий кинооператор и режиссер. Прямая трансляция. На театральной площади в этот день мог любой желающий познакомиться с азами киноискусства. Разница заключалась лишь в том, что в роли киноактеров выступали обычные зрители, которые нашли в себе смелость выступить перед объективами видеокамер. Здесь мы представляем съемочную площадку. Именно все так, как на самом деле происходит при съемках фильмов. То есть выставлены все осветительные приборы, нужное оборудование стоит. И для этого вот мы здесь и находимся. Чтобы больше осветить наших детей, наше молодое поколение именно так, как производятся съемки и кинопроизводство. Комедия, трагедия и даже немое кино. Желающим принять участие организаторы назначают роли, а требовательный режиссер со всей серьезности контролирует игру актеров. Мимика, жесты, эмоции – все должно быть по-настоящему, ведь экспромт – это самый ценный материал, который только может быть на съемочной площадке. Жители и гости города-курорта с одинаковой легкостью справились со своими ролями. Непринужденная обстановка располагает к выступлениям не только взрослых, но и детей. Первыми, кто вызвался в артиста, это были дети. Хотя мы рассчитывали, наверное, персонажей постарше, но первые – это дети. Они всегда непосредственные, смелы и хорошо очень участвовали в мероприятиях. Но когда уже и вышли на сцену взрослые, это было потрясающе. Я думаю, мероприятие удалось. Ну и такие небольшие зарисовки, их необходимо делать. В перерывах между выступлениями свои творческие подарки представили коллективы Дома культуры Станицы Анапской, а также театр-студия «Пигмалион» под руководством Александра Рябца. Все желающие на этом мероприятии могли пройти мастер-классы по театральному мастерству, познакомиться с искусством грима, задать вопросы видеооператорам и режиссерам интерактива, а также сделать памятное селфи с участниками праздника. Гостей города-курорта познакомили с гранями Анапы. Точнее, они сами рассказали о себе и провели розыгрыш призов. На празднике мы познакомились и с отдыхающими жителями Урала и Заполярья. Они планируют провести здесь все лето. Энергия, море, солнце, долголетие, веселье, праздник – все это грани города-курорта, которые сами знакомились с отдыхающими, соревнуясь в праве быть главной. А вот красота, уверенная в себе. Лишь я могу украсить эти игры. Не стоит больше думать ни о ком. Ну как можно выбирать из тех, кто ничего не смыслит в красоте? Каждая из грани придумала по заданию. За исполнение полагались призы. Красота настаивала на конкурсе нарядов из подручных материалов. Как поясняет Ольга Бородина, нарядили в нимфу. В результате она получила приз. На прогулку Ольга поедет с отцом. Они приехали из Норильска. Город расположен за полярным кругом и является самым северным в мире с населением более 150 тысяч человек. Ольга с отцом проведут в Анапе все лето. Как и Вера Говорова с Викой и Аленой. На специальной стене они пишут название родного города Новоуральск, который расположен в Свердловской области. Нам нравится. Мы же четвертый год ездим. Вероприятия вот эти красивые же проходят. Весело. При этом пришли сюда, чтобы посмотреть, поглядеть, как проходит. Ну что, море, самое главное, тепло. Ожидается, что в этом году Анапу посетят более трех с половиной миллионов туристов. Мультимедийным светомузыкальным шоу встретила Анапа начало нового курортного сезона. В этом году гости праздника прикоснулись в без преувеличения легендарной истории города, приняли поздравления от городских и краевых властей, послушали выступления лучших творческих коллективов Кубани, юных талантов из шоу «Голос дети», а также певца и композитора Александра Буйнова. Ступень, потаенные врата истории, фрагмент священного орнамента, свеча. И рядом профиль гения на камне океан души. Анапа – город сказочных легенд. Здесь жили амазонки, бывали аргонавты. Отсюда вели торговлю генуэзские купцы. Тысячелетия истории, героических сражений. Но в итоге победили созидание и любовь. И десятки народностей живут в гармонии на легендарной анапской земле. Делая ее по-настоящему гостеприимной. У авторов было всего около получаса, чтобы рассказать эту историю. Зрители оценили. Людмила Рысич приехала из Петропавловска-Камчатского. Добиралась 22 часа на самолетах. Говорит, что в городе нравится в буквальном смысле все. Я не первый раз в Анапе. Я очень счастлива, что я попала на этот праздник. Здорово, сильное. Превосходное. Это такой праздник. Люди добрые, счастливые, доброжелательные. Всегда можно обратиться за помощью. Ни в чем не отказывают. Это очень доброжелательный. Все абсолютно. Глава города Сергей Сергеев отметил, что жители с нетерпением ожидают начала высокого сезона. Здравницы Анапы вложили порядка 4 миллиардов рублей в подготовку к летнему периоду, чтобы максимально поднять уровень сервиса. Мы сделали очень много. По-новому вас будут встречать в наших пляжах. По-новому, наверное, будут встречать вас и анапчане. Мы строим с помощью инвестора новый аэропорт. И еще многое-многое мы делаем для того, чтобы вы хотели к нам вернуться в будущее. Глава города-курорта призвал не забывать, что Анапа – детский и семейный курорт, курс на сохранение всех детских здравниц. Во Всероссийской детской здравнице должно быть комфортно, а главное – безопасно. По словам вице-губернатора Сергея Усенко, для многих россиян знакомство с Черным морем начиналось с Пионерского проспекта и песчаных пляжей Анапы. Анапа по праву является одной из самых прекрасных жемчужин в ожерелье курортов Краснодарского края. Он зачитал приветственный адрес от губернатора Вениамина Кондратьева. Анапа – главная детская здравница России, любимый курорт многих поколений нашей страны. Курорт постоянно стремится удивлять своих гостей. В этом сезоне открываются новые гостиничные комплексы европейского уровня, появились новые направления сельского и винного туризма. Много лет Анапа держит высокую планку качественного оздоровительного отдыха. Важно, что уезжая, наши гости увозят с собой не только сувениры и приятные воспоминания. Они увозят энергию, здоровье и солнечное настроение. И всегда обещают вернуться в Анапу. На сцене участники шоу «Голос дети» – лучшие творческие коллективы города-курорта. Драйв со сцены в зал переносил певец и композитор Александр Буйнов. Буйнов исполнил песню про то, как зажигают у Черного моря. После этого небо уже в прямом смысле зажгли салютом. Александр Буйнов в интервью нашей телекомпании поделился впечатлениями об Анапе. Здесь называется «Армское обление». Искупался, успел сегодня. Вода очень хорошая, освежающая, не холодная. Я давно здесь не был. Воспоминания какие, что я здесь где бы ни ходил, везде было по колено. И было не очень приятно. Но это было давно. И веселых ребят, и позже, когда я приезжал сольно. Но я здесь не был, повторяю, лет 8, может даже 10. Теперь понял, как город изменился. Я сегодня ехал по центральным улицам. Давайте не будем говорить, что может быть по краям где-то остались какие-нибудь частные секторы. Такие холубки, да? Я их не видел. А то, что по центру пешеходные зоны, это все очень похоже на пресловутую Европу. То есть в хорошем смысле черепичные крыши, дома. Ребят, когда вокруг такое количество женской красоты, девчонки безумно красивые. Куда ни посмотришь, везде. Я не заранее пишу в своем инстаграме, что наша страна богата не только недрами нефти, газом или углем. Летняя распродажа от зимней сказки. В Центральном универмаге начала работу выставка меховых изделий. Курортный сезон, отличное время, чтобы подготовиться к холодам. Ведь организаторы выставки предлагают огромный выбор шубок со скидками до 50%. Подробнее в сюжете. Красивая шубка – это то, что нужно женщине для счастья. Несмотря на то, что лето в Анапе в самом разгаре. И совершить променад по набережной в теплой обновке можно будет нескоро. Кировская выставка продажи меховых изделий приглашает посмотреть огромный ассортимент шуб, дубленок, мужских, женских и детских, а также жилетки для автоледи, головные упоры и большой выбор пуховиков. Размерный ряд от 38 до 68. Наша выставка «Зимняя сказка» впервые в вашем городе. На нашей выставке представлен огромный ассортимент меховых изделий только отечественного производства. Компания на рынке уже более 15 лет. Работает с крупным зверохозяйством в городе Киров. Поэтому неизменно приятно удивляет покупательниц высоким качеством изделий по демократичным ценам. Это и легкие недорогие шубки из мутона, и изделия из енота для очень суровой зимы, а также эффектные, но при этом устойчивые к влаге нутриевые шубки. Особенная гордость выставки – коллекция из норки, в которой представлено более 600 моделей. Фабрика «Зимняя сказка» представляет новую коллекцию норковых шуб. Норка у нас производится в городе Кирове, выращивается, выделывается, отшивается на фабрике. Изделия все с гарантией, с сертификатами. Размерный ряд от 38 по 68. У нас представлены как классические модели, так и эксклюзивные варианты. Поэтому мы можем удовлетворить вкус любой, даже самой привередливой модницы. Сейчас действуют летние цены и сезонные скидки до 50%. К примеру, норковую шубку «Автоледи» можно приобрести за 25 тысяч рублей. На ряд моделей из мутона действует специальная цена для анапских покупательниц – 15 тысяч рублей. Причем расплачиваться можно как по наличному, так и безналичному расчету. В непростую пору экономического кризиса меховую шубку возможно купить и в рассрочку. Половину стоимости сразу, а вторая половина разбивается на 10 месяцев. Либо оформить здесь кредит сроком до двух лет. Мы работаем по 19 июня включительно. Мы ждем вас, приглашаем в Центральном универмаге померить, приобрести очень качественное, шикарное меховое изделие. Выставка протежа ждет вас в Центральном универмаге по адресу города Анапы, улица Горького, 4, второй этаж с 9 до 19 часов. Подарите себе зимнюю сказку. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok